я всех приветствую в эфире николай брыков и сегодня я покажу и расскажу как создавать алерты создавать отчеты и выносить информацию на дашборд касаемо нашего трафика поехали заходим как всегда flowmon мониторинг центр и первое с чем мы сегодня познакомимся это будут именно алерты создание алертов функция базовая должна присутствовать и она присутствует при этом она очень гибко настраиваем на самом деле процедура простая но тем не менее есть какие-то моменты которые может быть даже не ожидаешь увидеть как создается алерт для начала мы придумываем ему имя ну давайте назовем топ какой-нибудь да неважно профиль на какой из профилей где у меня отфильтрован трафик я применяю этот алерт ну оставлю all sources меня это вполне устраивает фильтр настраивать я не буду я просто применю создам алерт на всплеск трафика когда у меня идет всплеск выше какого-то значения поэтому я не буду применять его на всплеск например http трафика либо всплеск трафика по какому-то хосту хотя в этом нет проблемы здесь вместо и не можно написать source ip адрес добавить какой-то мой сервер а я буду знать когда с этого сервака будет всплеск по выливанию данных дальше каналы напомню канал это источник нашего трафика у меня один у меня один зонт ну когда у нас много коммутаторов которые отдают netfall их будет здесь много мы можем выбирать для конкретного канала и следующим шагом мы настраиваем условия условия сработки давайте сделаем такое простое базовое условие но тем не менее которое является наверное причиной многих проблем это загрузка интернет канала всплеск там я не знаю кто-то пошел торренты качать и у нас сразу оп и вылезла проблемка как я это сделаю я во-первых скажу что мне нужно реагировать когда у меня скорость передачи вырастает причем вырастает она я возьму от абсолютного значения до становится больше абсолютного значения скажем меня канал 100 мегабит я скажу знаю что мне это 100 мегабитный канал загружен максимум на 10 процентов поэтому я здесь поставлю 50 м все как бы alert сам не вине alert вернее а условия его сработки создана для примера покажу еще один вариант как можно создавать такую вещь во первых условия можно создавать сложными я сделаю здесь or сделаю аналогично бит пер секонд больше только здесь уже не абсолютного значения возьму а среднего значения за последние давайте за последний час и сюда мы добавим 50 только уже не мегабит а процентов то есть если у меня всплеск трафика будет выше 50 мегабит в секунду или больше на 50 процентов чем средняя за последний час у меня вот такая такое условие сработает и собственно дальше что я хочу при такой сработке я устанавливаю когда ему срабатывать единожды либо каждый раз когда он такую такой видит такой трафика ловит его за какие циклы либо ну то есть один раз за какой промежуток и дальше какие действия то ли я ничего не предпринимаю то ли я отправляю email естественно заранее нужно настроить smtp сервер также я могу запустить какой-то кастомный скрипт написаны например на баше я сюда подгружаю файлик который например я не знаю там потушит серверную полностью до рубильник выключит ну понятное дело на аппаратном уровне ну например у вас там какое-то умное управление есть можно скриптом выключить все потушить ну жестко конечно но это я так шутку говорю аналогично можно отправлять слог или snmp trap тут уже зависит от необходимости конечно базовая думаю это send email то что все будут использовать но собственно вот alert создан нажимаю сейв и он у меня появляется в списке сейчас он армит если он сработает так как у меня стоит ноу экшен у меня здесь вот это значок красненьким станет то есть я зайда зайдя в эту вкладку вижу красненький значок и здесь у меня вместо never будет написано время последнего сработки теперь дальше перейдем на отчеты как создаются отчеты отчеты создаются тоже довольно гибко логично что они находятся во вкладке reports и здесь нужно начинать создание не сначала а с конца раздела chapters chapters то есть главы что мы в этот отчет вынесем здесь уже много предустановленных из коробки различных вещей например структурой mail трафика структура сервисного трафика какие-то топы хостов ну и так далее я создам для себя новый чаптер и вынесу на него http и https трафик его структуру так пишу имя description применяю здесь профиль очень важный момент в создании чаптера это применить правильный профиль поскольку фильтра здесь никакого не будет соответственно я выбираю именно профили http и https о том как создаются профили я подробно рассказывал в другом видео и вообще что это такое поэтому можно посмотреть на канале каналы применяем это только каналы повторюсь источник в данном случае это уже разбивка http либо https трафик у меня будет ко всему применимо и как я это вывожу то ли топом то ли графиком здесь меня сейчас интересует график я хочу видеть в отчете график этого веб трафика называем как то колонку которую мы выводим сортируем по байтам и включаем как мы bits per second сортировку делаем все остальные вещи мне уже менее интересны ну кому надо можно включать retransmission server response time и так далее мне ничего из этого не надо я просто сделаю график делаю сейв и у меня появляется вот он этот новый чаптер пока что он ничего из себя не представляет это просто что-то создано но нигде не отображается дальше как я говорил с конца следующие репорты я создам новый репорт назову его зампл он будет у меня расположен на моем зонде имя девайса все окей сюда я добавляю теперь в этот отчет какие чаптеры в него попадут и первый у меня уже мне даже первый подбрасывается это мой http трафик и сюда же я хочу добавить еще структуру email трафика да то есть у меня два чаптера в отчете будет http трафик и аналогичный график по только email все создали делаем сейв у меня создался отчет под названием example следующей кнопочкой я могу создать расписание как бы я его делать не буду чтобы зря время не терять здесь абсолютно стандартная конфигурация какие-то недели как часто и куда его отправлять и в каком формате csv pdf кому как удобнее последняя крайняя вкладочка это так сказать получение отчета в режиме онлайн у нас есть некий дефолтный репорт который здесь уже создался и есть вот он мой example я его выбираю и он у меня в режиме онлайн сейчас на график на экран прошу прощения выводится вот этот график вот данные по нему с цифрами а ниже у меня второй чаптер который я попросил вывести структура email трафика тоже с разбивкой по протоколам и вы видите справа вот они есть две так сказать менюшечки я могу быстро переключаться это отчет в режиме онлайн я могу его сразу же экспортировать pdf в csv ничего мне это не стоит могу при его создании выбрать другой интервал времени ну собственно вся работа с отчетом довольно просто быстро главное не забывать что работа начинается с конца создания нужного мне чаптора ну соответственно если он уже создан то я могу идти дальше по пути теперь перейду на дашборды почему дашбордами я заканчиваю потому что логика такова что создание дашбордов вот она в конце находится именно создание если сейчас обратите внимание то у меня на дашборды выведены вот именно эти чаптеры которые мы только что создавали на топ структуры всякие overall трафик email трафик вот она здесь уже на дашборде то есть на дашборд я выношу называются не виджеты но виджет состоит из чаптера ну как бы терминология просто немножечко меняется соответственно сейчас нажму new widget и вот мой список чаптеров в том числе и мой http https который я выбрал last hour могу за разные промежутки времени его вывод выбрать трафик пакет и флоу опять же сортировку разную и нажимаю сейк сейчас у меня будет пустым поскольку за последний час у меня там ничего не было давайте выведу за последние даже не 24 48 часов чтобы что-то увидеть и вот он этот график к ищите пишного трафика виджеты легко двигаются под удобство аналогично легко крестиком закрываются удаляются все это гибко создается сюда можно выносить ну кроме конечно же базовых которые здесь есть всякие топы и трафики сюда можно создать например http трафик с моего веб-сервера чтобы видеть конкретно статистику веб трафика с веб-сервера нормальная вполне себе задача увидеть чтобы пики всплески когда у него максимальная загрузка и вывести в таком же виде как это делается да очень просто когда я создаю профиль на котором у меня базируется chapter я создаю конкретно профиль под этот веб трафик для этого веб-сервера о том как создавать профили можно глянуть в другом видео сейчас я не буду повторяться но это делается довольно просто то есть мы делаем три шага профиль потом в разделе report создаем chapter и на дашборд выносим необходимый мне chapter все если есть вопросы задавайте пишите комментарии и подписывайтесь чтобы ничего не пропустить